Ну что, я приехала в Академгородок. Знакомство начала с посещения Академии кофе. Очень-очень вкусно. Рекомендую начинать знакомство именно с этого. Академгородок это такой особый поселок, который построили специально для ученых в 50-м каком-то там седьмом что ли году. Он входит в Новосибирск, но находится от Новосибирска в 25, что ли, километрах. Ну как Зеленоград от Москвы. Ну и в настоящий момент этот городок внесен в список наследия исторического. Его планировка, ну и, собственно говоря, все, что здесь есть. Пока ехала, очень удивлялась. Народ просил остановки. Остановите на ядерной технике. Остановите там на гидрокаком-то институте. Ну то есть тут вот до сих пор все функционирует. Все есть. А в свое время построили для ученых, для студентов, для исследований. И самая большая концентрация всяческих научно-исследовательских институтов до сих пор здесь построили, ну начали строить технопарк. Ну, таким образом раньше боролись с утечкой мозгов. В 90-е за мозгами сюда приезжали практически ловцы. Забирали, увозили. Ну, говорят, сейчас все возрождается. При постройке старались максимально сохранить лес, который здесь был. Ну и насадили еще деревья. Поэтому я удалилась с Морского проспекта и отправилась по тропинкам. А тропинки, да, здесь являются средством коммуникации между домами, кварталами. Есть улица, где ходят машины, а есть такие вот тропиночки. То есть это вот двор. Птички. Ну, просто замечательный город. Дома четырех-пятиэтажные. Ну, понятно, застройка всем известная. Хрущевская такая. Но в очень-очень приличном состоянии. Ухожено, покрашено. Разные цвета. Вон там выглядывает еще один домик. Из-за деревьев. Детские площадки присутствуют. Вообще, конечно, здесь так довольно-таки сложно ориентироваться по тропинкам-то. И в гугл не видят. И куда же мне идти? Я вообще иду к началу экскурсии. По изи-тревел. Сирень, сирень. Вот это я понимаю. Выбралась я с тропинок на улицу. Улица ученых. Иду по ней. Сначала аудио-экскурсии. И смотрю по сторонам. Да, это вот то, что надо. Это городок, в котором приятно жить. Прохожу мимо лицея 130 и просто радуюсь вот таким баннером. Да. Лицей суперский. Это я все еще в черте города. Да. Ищу заветные тропинки. Там стройка. Надеюсь, что будут строить тоже что-нибудь хорошее. Малоэтажное. Которое вписывается сюда. По структуре. А то вот так идешь по дороге и вообще не понимаешь. А есть ли тут дома? Есть. Но их надо найти. Вот так там дома прячутся. Я так думаю, наверное, на этой улице жили академики-академики. Которым по статусу полагались отдельные коттеджики. Не какие-нибудь там младшие научные сотрудники. Вот такие домики. Не, ну тут просто замечательно. Хочу быть академиком. Здесь домика даже не видно. А почему? Потому что я иду просто вот в какой-то сиреневой волне. Сирень здесь просто не заканчивается. И она вся цветет. Я пришла к местной достопримечательности, которая называется Брутсуточка. И вообще здесь рекомендуют показываться, когда цветет яблонь. Потому что все это покрывается яблоневым цветом. Такая зона отдыха. Детишкам там на радость. Курнет. Уточек не вижу, но голубей много. Такой ландшафт. Прям вписан. И это все вокруг дома. Да. Не забывайте. Рядом с прудом есть будочка-букуросинка. Вот она закрыта от дождя. Можно почитать, поменяться книжками. А вон и уточки тоже есть. Пруд этот создан недавно по инициативе местных граждан. То есть долго устроили. Очень много зависит и от желания жителей делать свой город лучше. На улице Мальцево продолжается коттеджная застройка. Ну, тех времен застройка. Так немножечко кто-то, конечно, тут улучшил. Но строили в те годы. На одну, на две семьи. Там сейчас есть еще надпись. Такая квартира номер один, квартира номер два. Не, вот вы только посмотрите. Это я иду в центре города. Практически. Похоже? Нет. Как не похоже? Вон домики. Видите? Все, жилой район. Вовсе даже не лес какой-нибудь. Улица Мальцево. Все как надо. А вот в четырехэтажке здесь тоже есть. Выглядывает из лесочка. На время прерываю свою экскурсию и отправляюсь по лесной дорожке к морю. Потому что это идеальный город. Тут помимо всего вот этого прочего идеального, есть еще и море. Обское море. Пока хорошая погода, надо туда сходить. И еще раз я напоминаю, я в городе. Это не глухая дорожка в глухом лесу. Это просто тротуар для пешеходов рядом с морским проспектом. А еще здесь падают шишки. А еще здесь очень-очень вкусный воздух. Вон, машинки ходят. Птички поют. Что, вы уже догадались по шуму ветра, где я? Я выхожу к морю. Такие оборудованные пляжики, песочек, травка, зоны водки. И, конечно, не убрали. Наверное, может, не убрали еще? Какая красота. Даже обычный переход через железную дорогу можно украсить. Вот, пожалуйста, диски. Жизнедорожный переход в Академгородке. Что-то я отвлеклась на море. Надышалась, насмотрелась, налюбовалась. И вот возвращаюсь обратно лесными тропками. Показались жилые дома. Надо продолжать нашу экскурсию. Что там у нас еще будет интересненького? Углубляемся дальше в Академгородок. Дома здесь хрущевки. Ну, такие типичные, как и везде. Но четырехэтажные. Потому что они не должны были возвышаться над деревьями. И не нарушать картину. Здесь же в лесах спрятаны и садики. И мы пойдем по очередной вот такой укромной аллейке. Мы в центре города, еще раз напоминаю. Академгородке. Даже кафешки называют, типа научные. Колба. Это я удачно зашла. Рядом с колбой есть трактирчик. Печки-лавочки называется. Здесь шикарный бизнес-ланч. С трех блюд. За 260 рублей. С напитком. Главное, здесь есть зарядка. И я заряжаюсь. У меня еще ходить-ходить, а зарядки уже нет. Рядом с печкой-лавочкой, где я пообедала, очень вкусно и очень недорого, вот такой вот фонтан. А фонтан этот окружает такое здание, которое раньше называли торговый центр. Он был единственный на весь этот городок. И здесь давали всякие дефицитные товары, в том числе и по распределению. Здесь же был стол заказов, где были заказы на товары и продукты в зависимости от звания. Докторам, конечно же, наука доставалось побольше. Сейчас здесь, ну, какое-то коммерческое, чего только нет. А вот мы и добрались до здания Новосибирского государственного университета. Я так понимаю, что это новый корпус, современный фонтан перед зданием. И вот, посмотрите, какое оно. Это прям радует и вселяет какую-то надежду. Облака отражаются в стеклянных стенах. Ой, вы только посмотрите, какое большихщее здание. Это новое. Мы сейчас еще дойдем до старого. Вот здесь, на перекрестке улицы Ильича и Университетской. А вот и старое здание Новосибирского университета. Старое здание НГУ. Ну, вот основной корпус мы видели с фасадом. И дальше он продолжается такими вот блоками, соединенными между собой переходами. Потому что сибирские зимы, извините, никто не отменял. Зимой здесь холодно. Перебегать из аудитории в аудиторию. На одном из корпусов вот такое панно. Замечательное. И не забываем о том, что университет тоже находится в Академгородке. А значит, он находится в лесу. Буквально два шага, и мы уже в зеленых насаждениях. Дорожки, тропинки. И пойдем дальше. Углубляемся в строение Новосибирского государственного университета. По улице Лугунова. Здесь старые здания перемежаются уже с новыми. Слева у нас лабораторный корпус. А вот эти новые здания, а может они и не новые, а просто подремонтированные. Это два корпуса студенческих общежитий. Вот они прямо рядом с учебными корпусами. Такие красивые, похожие на корабли. А сразу после общежитий, напротив, находится физико-математическая школа. Вот умные детки, сразу отучившись здесь, поступают в университет. Дальше я продвигаюсь недрами студгородка НГУ. Очень все чистенько, отремонтировано. Опять-таки с той стороны лес, с этой стороны лес. А здесь корпуса для студентов. В окружающем лесу есть тропинки. И некоторые тропинки имеют название в честь кого-то, академика Беляева. Идет она в вычислительный центр. Так, через лесок очень таинственно. А с этой стороны у нас стоят домики, раскрашенные в разные цвета. Вполне себе ухоженные. Возможно, они тоже относятся к университету. А может просто тут жили преподаватели. Вот я опять, как будто в дремучем лесу. Мне все-таки, определенно, мне очень нравится этот город. Я считаю, что все города должны быть вот именно такими. У нас страна огромная, пространства много. Застроить все маленькими домами, не выше пяти этажей. И чтобы все было в лесу. Лучше развивать транспорт. Чтобы быстренько можно было куда-нибудь доехать. Вышла из студенческого городка. Иду по улице. С этой стороны, сквозь деревья, виднеется ЦКБ. Клиническая больница города. А с той стороны, сквозь лес, ничего не виднеется. Но там что-то есть. Уверяю вас. А дальше вот такая тропинка. Она ведет к остановке, с которой уезжает транспорт в Новосибирск. Вот вы посмотрите. Это вот каждое утро и каждый вечер. Идешь и набираешься какой-то энергии положительной. Подуют шишки, поют птички. Сосны шумят. А там студ-городок. Какая же красота. Но я, конечно, время все растеряла. Я не успеваю в музей жизнедорожного транспорта. Но всего не охватишь, это называется. Попробую еще куда-нибудь успеть. Вот уже дома более современных построек. Восьмидесятых. Похоже, там какие-то девяностые. Но неизменным остается то, что рядом лес, воздух, поют птички. Вот тут среди леса встречаются и очень даже современные здания. Что очень даже радует. Наука жива. А эта улочка представляет из себя аллею. Ну, разве не прелесть? А? Вон машинки ездят. Здесь тротуар. Там в глубине, в маленьких таких окошечках, мелькают дома. Город-сказка. Город-рай. И я точно в Академгородке, да? Или куда-то переместилась внезапно. Ух ты. Да, отстроили вот такой вот технопарк. Вот с такой вот штукой. Здесь лавочки в виде деревьев. Ну, мне, если честно, настоящие деревья нравятся больше, чем такие. Но смотрятся красиво. Причем технопарком называют не только вот эти вот здания, какие здесь есть, а целый комплекс здесь выстроили, включая и жилые дома, включая и какие-то пространства для ученых. Какой-то центр инновационных технологий. Жалко, времени нет, можно было бы туда поднять полстеклянный. Там бассейны, фитнесы, какой-то семейный клуб. Ну, короче говоря, вот времени только нет. А так все хорошо. Ну что ж, пора возвращаться. Конечно, я тут ничего не успела. Не успела в музей жизнедорожный. Там столько много всего интересного. Не походила по профессорским тропиночкам. Ну, что делать. Зато я рада, что я здесь все-таки побывала. И мне старый Академгородок понравился значительно больше, чем новый технопарк. Ну, все. Вот по этой шиповниковой аллее. Выхожу на улицу, к остановке и в Новосибирск.